всех приветствую с вами я ваш веган христолюбчик у нас с вами сегодня ролик называется веганс веганская пища для домашних плотоядных животных хищников ну или на значке вы видите век еда для хищников на самом деле вопрос на и простейший но мы его с вами тоже разберем мне написала настя к ролику о домашних животных святое господство людей над животными и тогда назвал ну и вопрос настя следующим а если уж тебе необходимо во первых да я в том ролике о домашних животных я два видео записал у меня совсем неоднозначное отношение мягко скажем по поводу лан кратко по поводу домашних животных во первых все эти домашние животные так называемые сельскохозяйственные ради там еды и труппажоры кто заводит все понятно в том плане нехорошо и сделали их такими сельскохозяйственными как называют домашними люди сломав их не извратив их не их не естественную природу выдернув их из естественной природы проработив их из поколения в поколетние извратив их не природу что они порой даже не способны уже выжить в той естественной природы из которой они были были выдернуты все коровы когда-то жили естественной природе все свиньи это те же самые кабаны все курицы те же самые курицы там индейки которые так перепела который так спокойно живут в естественной природе да и все они обходились без человека, круглый год даже, где есть зима, так называемые холодные, спокойно эти животные выживали, да, Бог все придумал за нас. И все эти животные с извращенной, покалеченной, изуродованной природой руками человека. Те же самые домашние животные, так называемые хищники, или там, как угодно их называют, может быть, не хищник, дело не в этом, вы можете кролика ради удовольствия завести себе дома, да, не ради убийства его потом, ну так, как хомячков там этих заводят, ну и кошки, собаки, всеми излюбленные, известные, да. Получается, из-за чего мы их вообще заводим, какую цель они несут. Мы себе такую игрушку заводим, вот хоть ты тресни, это мы себе делаем игрушку, это факт. Вы можете со мной спорить, веганы сейчас могут даже понакидаться на меня, но это так, если вы сами себе трезво ответите, да, то мы их порабощаем. И тем более, когда это происходит в квартирах. Я говорю, я знаю, у меня в окружении, конечно же, есть такие, вам может это неприятно слушать, но это так. Вот, и на самом деле вы делаете несчастным и себя, и животных. И поэтому, в принципе, одомашнивать животных, я ведь не могу кратко говорить, хоть этот ролик век еде посвящен, но кратко пересказываю все эти мысли прежде всего, хотя ролики есть отдельно, но все-таки скажу, по поводу домашних животных всех этих, я говорю, если уж вы их, конечно, понятно, вы могли стать веганом, у вас уже были домашние животные. Я в тех роликах говорил, естественно, ни в коем случае не призываю их выкидывать на улицу, это понятно. Если вы веган и вам хочется завести, то, конечно же, эти идеи надо отставить. Это однозначно. Потому что это все порабощение животных. Все это вызовет тирать свои игрушки. В квартире никогда животное счастливо не будет. Оно, животное, Богом созданное, жить в естественной природе. Это просто табу на их, так скажем, заведение. Это все должно быть понятно каждому человеку, тем более веганам, который стал веганом. Этично, естественно. Я когда говорю слово веган, я подозреваю человека, который из любви к животному. А любовь не причиняет ближнего зла, не порабощает его, как можно... Любит, не обладая. Есть такое понятие. Вот это есть совершенная любовь. И по поводу приют. Я там оговорился. Я в ближайшее время запишу все-таки отдельное видео по приютам. Я хоть там это сказал. Что я, в принципе, конечно, не против даже за приют. И тех, кто спасает животных, как там помогает, организовывает все эти вещи. Но там есть нюансы. Я там тоже о них не помню, как уже сказал. И сейчас тоже эту тему просто так образно обрисовал. На моем канале я запишу, когда, неважно, когда вы будете, может быть, этот ролик кто-то смотреть попадет. Вы найдете канал, все в одноименных плейлистах о веганстве. Я их в конце анонсирую. Вы все это найдете. Я запишу ролик по поводу приютов, вот этих всех, как их там только не называют. Ну, вы поняли, да? Кто помогает, спасает, фермы всякие такие якобы там. Я все-таки сделаю отдельное видео, запишу и все свои мысли там уже выложу. Это вопрос такой вот. Как раз там вопрос, знаете, такой. Там надо разобраться, да. А по поводу и сегодняшний вопрос. Ну, и вот я зачитываю вопрос Насте. Если уж тебе необходимо приютить к себе хищное животное, то чем его кормить? Или оставить его там, где и встретил. По поводу там, где и встретил, если вдруг тебе попалась на дороге какой-то. Ну, в общем, да, несчастное животное. Я, во-первых, в конце, я говорю, расскажу о своем буквально недавнешнем опыте. И, в общем-то, дам отсылку. Вот еще раз говорю. Я тогда запишу отдельное видео. Но в конце все равно поделюсь своей историей даже в этом видео. Раз тут уж такой вопрос, хотя этот вопрос... Слушайте, а может быть я тогда сегодня... Ну, и тогда я это рассказывал. Ладно, не суть важна. Будет желание, посмотрим по времени. Некоторые веганы... Потому что, в принципе, этот вопрос можно тогда действительно опять Насте взять за основание для следующего видео. Ну, или просто записать, да. Ну, по времени я сейчас сориентируюсь. Некоторые веганы покупают веганские корма для котов. Там не только растения, но и синтезированные добавки, которые очень близки к тем, которые есть в животных. И сказали, что уж лучше так кормить, чем за счет одних животных, например, курицы, давать жить другому. И к ветеринарным врачам животных на веганской диете, именно диете, если в отношении к нечеловеческим существам, отношении к нам это мировоззрение, ну, а к ним как бы диета, она слово употребила, водили. Все отлично. Что думаете на этот счет? Я вот не знаю, какая позиция верна. Ну, Настя, Насте 16 лет, мы с ней через мессенджер познакомились. Она на канал на мой подписалась, я ее просто увидел в списке подписчиков, сам ей написал. Она год как веганка, этичная, ну, очень молодец. Ну, вот жалко, что ты еще сама ставишь такие, у тебя есть такие тезисы, это по сути твое мировоззрение, что ты не знаешь. Позиция здесь очень элементарная, и вопрос на самом деле проще простого. Конечно же, прям картинку я, у меня, вы знаете, у меня папочка, я ее назвал, ну, веган у меня есть папочка для иллюстрации, для картинок, для записи, для сайта я собираю, естественно, когда надо, пользуюсь. И вот папочка я назвал, любовь, лицемерная любовь к животным. И вот это, знаете, там картинок одна из самых больших, где собираются разные иллюстрации. Вот прям очень хорошая иллюстрация, то, о чем, в принципе, Настя и спросила. Ну, и сказала, что как бы, вроде бы как неправильно, да, убивать одних ради других. Сам у меня есть, вот как я вам сказал, в конце анонсирую, кто-то уже знает давно, что раз об этом говорю, несколько плейлистов, один из которых я и назвал не веган, потому что и записал туда целую серию видео. Страница моего сайта у вас тоже на экране. Как видите, тут больше 35 уже ответов на вопросы или на оправдания. Могу вот вам весь список пролистнуть, да, показать. И вот вы как можете обратить, как раз именно первым списком идет, я его делал по аналогии, по дубляжу, по параллели с 30 дней 30 оправданий. Кто знает, у Эды Винтерс, Эды Землянина, английского вегана-активиста, есть вот и там и книга, и видеозаписи, вот такие вот, так скажем, ну вот книга, в принципе, у него. Она и начинается. Можно ли любить, одновременно любить животных и есть их? То есть она с этого начинается, вы знаете, она не зря так начинается. Я в свое время тоже именно создал, благодаря ему, вот такую же, так скажем, серию этих ответов, да. Вы знаете, не зря с этого вопроса действительно начинается. Кто вживую пробовал проповедовать с незнакомыми людьми, о веганстве говорить? Вы знаете, это самый идеальный способ заговорить о веганстве. Это о любви к животным. Да, вы можете спросить человека, ну я так делал, а вы животных любите? Ну естественно, естественно, но только один на миллион какой-нибудь явный живодер вам случайно на дороге попался, кто скажет, я их ненавижу. Ну практически любой человек, любой абсолютно, это 99 и не знаю, 5 или 9 процентов, десятые процента вам ответят, что да, они любят животных. Ну и ты можешь спросить, а вы вот свинину, говядину, курятину едите? Он скажет, ну конечно, ну ты скажешь, а как же вы, говорите, любите животных? А вы свинюшку любите? Можно так спросить, да. Он скажет, ну люблю, а вы едите свинину? Ну да, ну и вот сами понимаете, да. Именно этот вопрос идет первым. Я люблю животных. Одна из иллюстраций вот таких. Вы знаете, вот в принципе, сегодняшний вопрос, Настя, да, вот про веганское питание для животных, он же ничем не отличается от веганского питания, от вопроса о веганском питании человека. Абсолютно ничем. Какая разница, животное или человек. Тем более, когда ты не сам. Вот именно, слушайте, ну да, есть хищники. У меня на тему хищников тоже есть уже видео, там уже мне нечего дополнить. Кому интересно, найдите хищники, забейте в поиске по моему каналу. Ну или, соответственно, в этих одноименных плейстах, о которых я дам ссылку. Они все в описании, есть эти ссылки. И в первом закрепленном комментарии. В этих плейстах я уже все говорил, о хищниках тоже отдельный разговор. Вот именно, живут они там в естественной природе. Почему они хищники? Я же тоже говорил себе, даже не буду больше в это углубляться. Но вы же сами завели это животное. Зачем вы его завели? Чтобы убивать другое животное, что ли? То есть вы сами себе на горло наступили, получается. Якобы сами веганы любите животных. Да, вот. В принципе, вопрос аналогичный. И не зря сегодня будут точно такие же иллюстрации. В принципе, я вам эту показал, какая разница. Смысл один и тот же. Просто тут по-разному чуть-чуть заданы вопросы. Тут речь идет о человеке. Я люблю как бы кошечку, люблю ку. Я вроде бы всех животных люблю, но в концовке я кошечку-то дома не режу и не жарю. А курятинку я убиваю и режу. Вот. И здесь то же самое. Все вот эти иллюстрации. Просто, когда я первый тот ролик записывал, можно ли любить животных, одновременно есть их. Иллюстраций очень много. Обычно они даже выглядят, когда относительно человека, больше как-то вот так вот. То есть, это взгляд человека на двух этих животных. Но смысл почти один и тот же. Вот такая есть. Мы сегодня ей буду пользоваться. Они больше подходят, чем вот такие. Допустим, я как бы свинюшку ем, а собачку целую. Вот таких полно в интернете. Действительно, уже их веганы много наделали. И это хорошо. Но все-таки вот такие вот картинки, где как бы вот это мне первое, помню, самое мне понравилось. Я ее всегда всем кидаю, когда мне там начинают. Да, я люблю животных. Прямо у меня вот это первое всплывает. Я обычно ее где-нибудь, если это в мессенджере, можно картинку закинуть. Я всегда что-то подобное шлю. Прямо она ужасная, конечно, по сути своей. Но она прекрасно отражает вот эту вот суть. Да, значит, свинюшку мы на нож насаживаем, а собачку гладим. Вот. Но вы знаете, я по поводу, и поэтому сам этот вопрос по поводу веганского питания, так называемых, хищных животных, которых мы зачем-то себе завели, ну, или якобы из любви тоже там подобрали. Ну, якобы, вы понимаете, почему я сейчас вот это оговариваю, все, да, она как бы есть у вас, любовь. Я якобы говорю только потому, потому что если вы потом будете убивать ради якобы этого хищного животного, каких-то других животных, тогда вы только якобы опять любите этих животных. Потому что якобы у вас вообще есть любовь. Может быть, эту кошечку вы любите, которую вы подобрали. Но если вы ради нее убиваете курочку, любви вас нету. У вас есть какие-то страсти, какая-то больная, извращенная любовь. Да, вы почему-то повесили на весах, непонятно на каких. Да, то есть вы кошечку из жалости подобрали, чтобы сохранить ее даже не жизнь, а просто здоровье. И она может сама выкарабкается, да, и без вас. Это вы посчитали, что она такая бедная, несчастная, там где-то на улице сидит. Но при этом вы потом каждый день, каждый день не лишаете другое живое существо, просто жизни. Это такой абсурд. Поэтому, конечно же, вопрос о веганском питании животного, он вообще не стоит, точнее, трупожорским не стоит. Ну или не стоит в том плане, а как же быть? Да, нужно ли хищное домашнее животное, так называемое. Я говорю, хотя домашними сделали их мы. Надо понять, что никто нам их на самом деле в дом не затаскивал. Даже когда мы, так скажем, им помогаем. Вот, в принципе, которую собаку... Вообще, вы знаете, у нас вот это все-таки ложное убеждение, я об этом буду говорить, что якобы, что там собаки, которые по улице бегают, что они якобы страдают. Это абсолютно не так. Да, с ними могут происходить печальные вещи, как и с людьми. И в нее может кто-то обидеть, в том плане ударить там что-то. Или есть люди, живодеры, дети, издевать всякое. Может боль причинить, она может попасть под машину. Это да. Но живя на улице, она не страдает. И вы знаете, особенно христианам, тут я хочу обратиться, знают прекрасные слова Иисуса о том, что Бог заботится о всякой птичке. Иисус, когда говорил людям-то не особо терзаться-то, что будет завтра, сравнил их с птичком, не их, а как бы промысел свой, заботу человека о том, что он о каждом животном печется. Он говорит, тем более о вас Бог попечется. Сказал, что никто не останется без его внимания, так скажем. Бог промышляет обо всем. И все эти собаки и кошки, они найдут себе пропитание. Собаки те же самые, волки, если хотите. Кошки всю жизнь издревле в лесах жили, такие же животные. Живут крупные уж животные, живут в лесах там. Уж что, кошка-то найдет себе поохотиться. Они, кстати, из городов могут спокойно уходить в леса. Это их выбор. Значит, если она там где-то живет, значит, есть там что кушать. Это очень важно все это понимать. Но я говорю, это немножко к другой теме. Я запишу вот видео по поводу... Видите, как сколько тем? Где живет, как мы понастроили. Тех городов, в которых сами выжить не можем. Вот именно человек теряет там какую-нибудь работу. И ему негде ничего сорвать. У него нет ни сада, ни огорода. Все, он в этой бетонной клетке заперт. Иди хоть побирайся. Но вот эти будем все вопросы разбирать. Просто, знаете, все это... Всегда надо размышлять об этом в совокупности. Мы очень часто погрешаем в своем и в мыслях своих заблуждаемся. И не находим верных ответов. То почему? Потому что мы очень узко смотрим на предметы, вещей. И пытаемся какую-то проблему устранить. Как вот, знаете, у нас в медицине. У нас не лечат корень болезни, причину болезни, как говорят. А у нас симптомы просто душат, да и все. Чего, как, откуда пошло, никому не интересно. Здесь то же самое. Вот. Ну ладно, сейчас немножко постараемся абстрагироваться. Да. Хотя, я говорю, просто может один вопрос за другим возникать, конечно же, вот. Но, чтобы уж ролики у меня, говорю, и так вечно там около часа, чтобы по 10 часов уж они не получались. Я стараюсь хоть как-то себя обуздывать. Хотя это не всегда получается. Вот. Поэтому, конечно же, если вот вопрос, если вы после там якобы какой-то любви, любви, задумайтесь сами. Вы якобы заботитесь там о здоровье этого животного несчастного. Или вообще его специально завели. Вообще, я говорю, веган, после того, как он стал веганом, если человек, он уже никого не заводит. Это, вы думаете, я как веган, у меня вот никого нет, никаких домашних животных. Вы думаете, я не хочу их, если я сам любовь проповедую, которая действительно внутри меня есть. Конечно, я хочу. Я говорю, во-первых, я не порабощаю тех, которые вообще и не должны жить там. Да, они хотят жить на воле. И половину мы на крюке держим просто. Почему-то мы сразу, когда кролика купили, сразу клетку себе. Мы так любим, что сразу в клеточку сажаем. Все эти цепи, ошейнички для тех же самых собак. Да, а что же она не живет так в свободе? Что же вы тогда ошейничек, кому намордничек надеваете? Это очень важно, это очень показательно. Мы все время считаем, что мы прям так для них нужны, мы никому не нужны. Вот, я говорю, мы сейчас рассматриваем случай вообще, что это действительно вы просто решили помочь. Но опять же, я говорю, если вы помогли уличному, да выпустите ее потом обратно на улицу. Это если вы любите. Если ты любишь, ты отпустишь. Да, мы все хотим быть в Царстве Небесном, друг другу ласкаться, но такова жизнь. Да. В этом мире. В этом мире мы должны поступать так. Вы можете, конечно, спорить там со мной пытаться, но любовь, она все легко открывает и все легко показывает, где истина. А любовь невозможна без свободы. Продолжаем по поводу всех этих кормов. Есть огромная беда, это то же самое, когда веганы пытаются убийцам-труппажорам доказать, вот что, какую тему, я сам не убиваю, я что, я ем мясо просто. Ты не ешь мясо, ты проплачиваешь убийство этих животных, употребляешь их трупы, и в убийстве этих животных виноват непосредственно ты. В вопросе у любого вегана, вот Настя задала такой вопрос, как говорит, не знает, где правда. Я всегда говорил, что, знаете, действительно, это факт жизни, потому что с кем я тоже на опыте не общался. Естественно, эти вопросы у меня все, там, целый списочек, которые я, если есть возможность, о ком поговорить, спокойно, в какой-то обстановке там, да. Я, конечно, там много чего успеваю сказать, попроповедовать, ну, естественно, любая проповедь — это вопросы, да. Вы знаете, великий древний философ Сократ именно доводил человека к истине, от него пошла якобы такая стилистика убеждения человека — это вопрошение, да, то есть вопросами подводить человека к истину самому, да. Естественно, как и такие же наводящие вопросы, а любишь ли, да, люблю, а ты ешь, а ем, да, и ты подводишь человека, как что-то, это опять вопросом подводишь, но если ты любишь, говоришь, и говоришь, что ешь, то как же ты убиваешь? Здесь то же самое, да? Конечно же, ты спрашиваешь человека, а сам убьешь своими руками? Нет. Ну, тогда становись веганом. Ну, нет, я вот плачу, меня все устраивает, я же не убийца. И бесполезно, говорю, казалось бы, говоришь, но ты платишь за это. И в любом обществе почти всех сейчас времен, и уже народов, да, и всех уже последних времен этих, в любом законодательстве убийца и заказчик убийства, они идут по одной статье, у нас даже нет в законодательствах, не только в российском, в котором я живу, в России, да, почти во всей мировой практике судебной и уголовных кодексов, так называемых, нет двух статей для заказчика преступления и исполнителя, а они по одной статье судятся, там могут сроки отличаться, и то незначительно. Пятнашку дают и исполнителю, кто убил непосредственно, и могут даже больше дать, там, 16, 17, могут те же самые 15 дать заказчику. Кто это убийство заплатил? Здесь то же самое. И вот веган действительно человек, который говорит, я люблю, я никогда не убью, да? Ну, мне вот в ответ, Настя пусть тут не обижается, я на ее примере буду показывать, да, учить ее и других, да, ну, как ты говоришь, вот для меня вопрос неопределенный, хорошо, представляем, мы же живем вот в этом мире лживом, да, где нам бетонные стены построили, мы ничего не знаем, ничего не видим, не зря, вот картинка очень хорошая, иллюстрация, свинюшку там где-то в тени, ее даже не видно, она вот с такими плачущими глазами там, да, смотрит, но ее не видно, да и тем более, вон, женщина отвернулась, все хорошо, они вообще в другую сторону смотрят, они даже на мясника не смотрят, вот, то, конечно же, о чем тут разговор, вот, и поставь себя в естественном условии, ну, ты, я ко всем на ты к вам обращаюсь, да, ты, ну, хорошо, ты завел, что ты пойдешь, у тебя, тем более ты веган, у тебя, как говорят, сельскохозяйственных домашних животных нету, кого ты будешь резать для нее, ты заведешь их, ну, или пойдешь охотиться, пойдешь там, что, перепелов убивать, рыбу ловить, или что ты будешь делать-то, раньше, как будто ты был веганом, и это зло не творил, все, завел себе домашнее хищное животное, причем проработив его, ну, или можешь на время даже там ему помогаешь, вот, если на время помогаешь, тем более она выживет, ничего, они все выживут и на веганском питании, сейчас мы о нем поговорим, какое оно должно быть, до этого мы дойдем еще, вот, если ты ее потом отпустишь, пусть она там сама разбирается, как ему питаться, вот, а если ты его оставишь, ну, тем более, что ты, получается, был веганом, ты якобы, потому что веган, значит, ты сказал, ты сказал веган, ты сказал, я люблю животных, любовь не делает ближнего зла, тем более не лишает не то, что там здоровья, а самой жизни, естественно. А тут ты бац и стал лишать. Это тот же самый вопрос, я что раз говорил, поднимал, когда там родители детям якобы веганами стали, но детям продолжают трупятину готовить. Я не говорю, никакие не вы веганы, вы еще худшие стали лицемеры просто, вот и все, чем до этого. Это отвратительно, все ли там родителям своим, я все то же самое говорил. Это, я говорю, все безумие. Поэтому, конечно же, опять мы, когда мы, знаете, так все легко рассуждаем, вот Настя пишет, что типа, ну как бы, для меня вопрос не совсем решенный, а может быть там, да, что делать-то, какой веганский, ну а какой ты? Ну а если бы тебе надо было резать, в чем бы вопрос стал? Был бы для тебя вопрос решенный? Я уверен, что как и вот с трупажорами, здесь то же самое с веганами, поставь им вопрос о веганском питании их животных, если они сами будут убивать или вот не будут. Ну, я хочется верить, что хотя бы 90%, хотя у меня это, мне только хочется верить, а я боюсь, что половина веганов ответит и может быть так и поступает в жизни, потому что, зная веганов, это тоже очень странные люди, порой чудаки. Я говорю, они одно вроде что-то делают, животных вроде любят, людей готов с говном сожрать. Я уже на своем жизни убедился давным-давно во всех этих вещах. Ну, о процентах я всегда, вы знаете, говорю, хоть, ну понятно, никто этого не знает, одному богу это известно, сколько там на самом деле. Ну, хочется верить, давайте в позитивном ключе рассуждать, что таких веганов 90%, даже минимум скажу, да, хочется в это верить, которые действительно понимают, что перед выбором убивать другое какое-то животное, у которого, по идее, у вегана не должно быть весов, с чего он должен каждый день резать, ну или там через 2-3 дня курицу, или свинью там раз в неделю, или корову раз в месяц, ради того, чтобы там свою собаку или кошку кормить. Конечно, для любого вегана он не сможет взять топор и пойти ей между глаз рубануть, да, вот, о чем вообще может быть разговор. Это вот причина, как всегда опять, теория, практика. К сожалению, из-за этой теории у нас 99% планеты трупожоры-убийцы, и этот ад спонсируют своими делами только потому, что им не приходится это делать самим. Естественно, условия их поставь, в принципе, они сразу станут веганами, без всяких проповедей, да, убеждений, 30 дней 30 оправданий, я не веган, потому что, да, ничего им не надо будет больше говорить, он просто никогда не возьмет нож и не отрежет ей голову. Вот и все. Второй вопрос по поводу... Я, в принципе, уже сказал, хотел просто иллюстрации. Вот эта иллюстрация мне больше всего нравится, потому что... Ну, и эти как бы хороши, как я сказал, ну, вы понимаете, хороши в кавычках. Вот эта... Ну, здесь вот как раз два мясника, да, но только здесь я плачу. Как я уже вам все сказал, надо было просто иллюстрацию поменять, наверное, или я, может, что-то еще хотел сказать, не помню. Я стараюсь своей речи строить просто вот, простите, по иллюстрациям. Вот, и вот, знаете, прям тоже идеально. Вот он прям так гладит, знаете, смотрите, уже кошечки, вот кто такие рисунки рисует, прям понятно, что это веган, я убежден. И вот они туда все смыслы вкладывают, да. Там вон целый эт стоит, так называемых, сельскохозяйственных. Знаете, как есть у мужа, жены ненавистников, мужиков, там, пословицы. Женщина, курица не птица, женщина не человек. Вот это, знаете, вот то же самое. Да, это, конечно, вот трупожорская теория, что якобы одно животное достойно жизни, а другой нет, и все. И вот там кошечка миленькая, как он ее любит-то. И прям, в принципе, вот, не знаю, я прям чувствую, будто у него прям нежность такая в руках, знаете, вот он так ее прям гладит, вот этот любимый его котик. Он прям барсик, и он его просто обожает. Ну, в другой руке у него уже сверкает нож. И все это под этот нож сейчас нещадно пойдет. Ну, как это вот, вот эти картинки, они, знаете, они без всяких слов все обличают. Ну, как вот это вот вообще, это антиномия, это невозможно. Невозможно любить и тут же ненавидеть, потому что, ну, зарезать животное просто нормальный человек в принципе не может. Нормальный человек, ненормальный это продолжает, делает. Нормальный человек не может этого сделать. Сделав это, он себе волосы все на голове выдалит потом, а от того, что будет с ума от этого сходить, его потом будут, да, бесы мучить целыми днями. Для нормальных, для ненормальных людей вот это вот норма. нормы как вот и я вот и вот теперь просто знаете вот вот иллюстрация насти или еще кому-то я хочу ответить да вот но просто вы знаете опять мы всегда очень абстрактно как иисус учил поступать с другими так как ты хочешь то поступали с тобой не делать никому чего не хочешь тебе люби ближнего как самого себя а другими словами есть закон жизни который все знают поставь себя на место другого все то же самое только разными образами словами переменные места зачастую слов в одной фразе мысли ли предложение вот вот посмотрите на этого человека вы можете там вегана представить а лучше себя вот я нет я не вижу себя там я я думаю это что веган вот я такое увижу я скажу что чек веган никогда вот я увидел будешь там по дороге среди села идти и увидишь как там собирается резать тут же собачка играю играется вдруг вы узнаете что он сам мясо не есть у вас у вас вообще ассоциация вот это возможно нет нет вегана тот кто любит животных о чем разговаривать разговаривать да так что что вы будете своей да там фаршик покупать кошечки собачки конечно нет ну и переходим то есть я надеюсь это понятно по поводу вообще всяких там естественных продуктов так назовем их да ужасное слово животного происхождения или самые эти трупы этих животных это вообще тут говорить даже не о чем что вы там какой-то обрезки ничего не там я не знаю что там покупают я никогда не покупал вот что там варит эти ну не знаю собакам там это вообще табу об этом вообще речь действительно не идет это все тот же самый вопрос относительно меня самого человека потому что это делать приходится мне ну и все остается что выбор какой у того человек который действительно там у которой уже были домашние животные возможно хищные так называемые да и вдруг он стал там веганом когда-то слава богу да или вот помогает животным или это один раз где случайно он нашел кого-то решил приютить помочь какой-то несчастье горе животным может быть он правда какой-то решил посвятить там свою жизнь какому приюту всему этому пытается все это помогать там шоу но ему кто-то приносит и так далее ну вы поняли да вот тут все очень просто я вам сразу скажу здесь просто все поверье сейчас я пока вот этот значок поставлю все поверье все два пути у человека и я так называю есть такое понятие каждому поверье да вот тут все поверье вот настя употребила в своем вопросе такие слова как там какие-то аминокислоты там что-то еще там что-то там к врачу она или знает или читала может быть уже сама водила животных которые на веган и так далее тут все поверье вот возьмите такого как я я не верю в медицину я и не доверяю я не видел нет ни витаминов ни аминокислот мне это все не надо я относительно своего человеческого питания как веган точно так же принадлежу к тем не знаю многим немногим не знаю какая процент таких веганов которым до лампочки все это я хим то что я ем в основной цель на как плодовые продукты зерновые которые естественно я варю там овощи могу и цельными есть и там салаты и отваривать часть какие-нибудь рагу делать там хотя в основном не кулинарию но при всех этих разнообразиях я могу та-та-та покупать я к еде отношусь только как к разнообразию вкусов от которых я испытываю разные эмоции разные чувства то есть радости все я вообще не из когда в жизни не загонялся не загоняюсь не будут загоняться что-то в продукте моя вера говорит мне о том что в принципе человек может питаться одним помидором и получать полный комплекс того что ему надо потому что жизнь человека зависит не от этого потому что вся дурь которая в современном обществе принесена что тебе там нужно 10 грамм киви 5 грамм этого того 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 какие-то там витамины все это чепуха конечно и то вот то что я сейчас говорю вы знаете я всегда проповедую истину и к ней призываю более того ультимативно в этом плане это моя вера можете другой верой быть потому что действительно если там болеешь и и и ты считаешь что потому что не хватает там чего-то ради бога ради бога даже даже нас принесла такую фразу что якобы вот там какие-то синтетические которые в животных бог не задумывал чайка все что эти идиоты ученые там якобы ковыряются и вот там якобы в чё-то в трупе наковыряли все это там разложили каким-то названиями назвали и говорят даже вот типа здесь полно труппажоров которые кому-то назначают врачей труппажоров назначает кому-то там типа веганскую диету так ее можно назвать они может так не называют ну когда они говорят вот от этого откажите все а якобы вот это можно заменить вот этим в трупе нет ничего полезного это не то что моя вера вот это мои знания поэтому я льта я когда-то слышу или читаю подобное что там то есть это тоже заменяет то что если в мясе для меня уже говорит о том что человек просто истины не знает в этом плане да я еще могу если он будет просто рассуждать что вот там знаешь в огурце есть то-то в помидоре тот и поэтому ты должен есть огурец с помидорами с такими даже спорить не буду но он верит в это и ради бога это из той серии как я все говорю когда труппажоры кричат чтобы мы не лезли в то что они едят а я им объясняю мне все равно что ты ешь огурцы или помидоры вместе варишь ты их или сушеными ешь мне до лампочки а когда ты убиваешь животных мне не до лампочки заступают за жертву вот и здесь то же самое с веганами когда когда мне будет убеждать что в помидоре есть чего-то в огурце нету а нужно еще и фрукты есть а нужно еще и там немножко чесночка немножко травок но я послушаю ему если просто нас пространство где-то соединила и уйти нельзя от этого разговора но я покиваю головой а даже спорить на эту тему не буду ну скажу может быть свое мнение если ему интересно и все вот это действительно никакого дела от этого ни хорошо неплохо это не добро не зло ну ты в это веришь и мод может руки им проповедовать голову забивать мне неважно я к такому разговору один раз готов 23 я просто потом конечно же буду удаляться и в общем-то буду эти темы всячески обходить вот здесь вот тоже поэтому здесь та же самая схема и работает что с труппажором и игры в принципе из конечно вы верите что в труппе там что то есть читать каких-то идиотов врачей которые вот вам пытаются из этого заменить что есть в труппе это чепуха бог не придумал что в труппе человек нуждался тогда бы было бы веганство неестественно вот то есть поэтому загоняться слушать читать статьи людей которые что-то там вообще вам с трупом связано вот это налоги проводят до рассказывать что там есть какой-то b12 или что-то еще кит жиры и животных тур есть там поэтому животные я когда вижу что статьи даже у веганов животные жиры можно взять или там животный белок можно где-то там восполнить и для меня это вообще чуждо все не нужно никакой животный белок вообще восполнять это это труппажора вера да я даже и разрушать не собираюсь кто знает я никогда не проповедую за веганство там через здоровое питание якобы вот им потому что вот им там заблуждение таких куда и это упрется все в концовке веру потому что не я им доказать не смогу что он не не вы что он спокойно может жить без этих тут вопрос веры вот и все он сегодня поверил завтра он заболеет зачем я буду этой ерундой заниматься ну поэтому я тоже полно роликов и будет еще финальный да по поводу питания по здоровью я еще один хочу записать что якобы я там мне плевать на здоровье нет ни на здоровье не плевать а вот на веганство через правильно якобы питание здоровое мне плевать вообще точнее плевать я всегда борюсь с такими кто даже это проповедует а из тем более он сам поэтому живет он свалится рано или поздно и эту блеотину всовывают другим людям которые если станут веганами это все не вегана зожники вот на это отдельная тема я уже говорил так далее так что по поводу веганского питания для животных все опять как мы видим вообще вот этот вопрос веганского питания для так называемых хищных животных он абсолютно аналогичен с веганским питанием для человека то есть первый вопрос это вообще вопрос выбора ты убиваешь или нет вот и все все тут все очень элементарно ты ешь кого растения или или убивать животных да и лишь растительную пищу вот и все а какой уже ты ешь растительную пищу так называемую веганскую назовем даже растительное слово и там ног чего входит грибы и орехи еще хочешь вот это уж пожалуйста выбирать то я ру кто знает я я веганский магазин только на картинках видео вот эти все там я в них не хожу мне они не нужны я не против этих магазинов вот опять же я не против веганского сыра там все ради бога делается там из-за растительных продуктов нет меня угощали да это все вкусно и хорошо я не против 1 все стоит не очень дешево я живу уже последние года своей жизни все время где-то по деревням скитаюсь я когда-то до 26 может сказать в городе прожил потом поспокаяние 26 27 не там я уже в основном стал по деревням скитаться став веганом все это и мне вот до этого я люблю как и все как в песне в хорошей поется пожрать там она веганская песня веганский рэпчик кто слышал там кто сказал что мы не любим веганы вкусно поесть нет я не против всего этого ради бога если я верю я против там загоняться что мне да это это мне там тофу купить нет я не против радости вкуса если будет разнообразный вкусный стол бы я что же я с удовольствием все это похаваю вот но так как я говорю я и живу в принципе где этого нет скорее всего я убежден может сейчас конечно цены сравниваются но все это возможно дороже однозначно чем там животного происхождения тут выбор не стоит просто другой вопрос вообще кто-то стоит вопрос не животным да вы поняли а покупать это или нет но это что до покаяния не веганство своего все это покупал там животное происхождение поэтому тебе кажется что сейчас ты тоже надо покупать какой-нибудь там да вот и поэтому тут просто вопрос вели лично каждого опять я бы покупался мне был просто дофига денег все бы это было рядом и это приносило естественно не радость вкус я бы покупал но так как у меня денег никогда не было вот рядом со мной этого никогда нет то что живу я стараюсь последние десятилетия жить где-нибудь по селам деревням вот я это и у меня нету веры что мне там что-то нужно что я должен это где-то там разыскивать искать обязательно у меня это было в рационе писать питание там все это разнообразие мне это не надо поэтому я питаюсь обычной обычной простой пищей всем ее разнообразием это не парись может быть может не быть не начну взять надо в день орешек съесть там то-то тот у меня прям табличка я вообще не парюсь я вам сказал моя вера позволяет мне жить питаться одним помидором если надо и я знаю что все будет хорошо несмотря то что есть проблем со здоровьем но я сколько знаю и кто зожники и у них такие же проблемы поэтому я всегда говорю что это ни в коем случае связывать нельзя это вообще не об этом ты можешь идеально питаться якобы по своей супер методики и все равно быть все больны у меня такие живые примеры в жизни которыми я причем которым не пытаются убедить в том что якобы есть там формула здорового питания поэтому я хрена сам-то ты как да и тут все открывается что сам там точно также да он ложь конечно данный момент быть и здорово мне тоже разные периоды в жизни были но поэтому животным то же самое пожалуйста здесь по вере ну загоняйтесь вы есть возможность правда сейчас особенно как раз к тем самым большим городам из ушей в квартире живет сейчас действительно все есть уже и вроде как все это появляется разнообразие я не знаю но вроде как мне так через общение интернетовская долетает до меня что вот вроде бы в больших городах сейчас этим вообще проблем нету не тоже даже специализированных уже и большие гипермаркеты появляется но есть и есть и слава богу хотите покупайте там наверняка чуть примешивая до животное ваше будет с удовольствием есть да как они все эти едят какие-нибудь и трупажорский китиката там там вы думаете по врезку чем не мешать нет конечно мешают там всякие вкусители и ароматизаторы да все там будет или чем эти химическое нехимическое если вы считаете правильным поверью зла это никакому так скажем по поводу там здорового питания тоже большой вопрос что там в этом кульки да это большой вопрос и даже то что там написано не факт что и соответствует действительность поэтому это уже пожалуйста действительно главное что здесь зла нет такого вот в плане греха против другого животного до против зла более причине другому животным ну а тут уж пожалуйста даже для вас вопрос вот я предпочитаю вот такое что для себя что для так называемых хищных животных как ведь им даже одну картинку не стал ставить просто собаки с овощами во рту я яндексе набрал чтоб всяких много разных красивых картиночек вышло мне просто в ленте вконтакте вчера как раз случайно прошла овчарка с вот типа такой вот этот так как он называется забыл вы поняли с морковка тоже а тут вон их полно всяких разных действительно таких интересных картиночек вот я я за это ну и это поверь я верю что и дома и и хищное животное я убежден кто-то сейчас будет мне там писать может комментарии что это пытка что-то издеваешься не надо мне дерьмо писать да я даже общаться на тема не могу это моя вера и вот чтобы тогда уже закончена этого мой опыт буквально вот сколько я здесь живу недавно кто знает в последнем своем месте обитания я тогда как раз записывал то вот этот ролик про животное про домашних животных у меня два ролика про домашних животных помыли 32 по моему я записал а на следующий день я пишу любовь к животным домашние животные а на сей день пишу любовь к природе да и как раз на следующий день когда я иду тут вот у себя по участку тот меня склончик небольшой вот такой вот красотища мне она вся он там уж не видно не вся шкурка на в чё-то вляпалась там ну в такой типа грязи такой глинистый мне все засохло она мне выбежала навстречу да я груди что было ответу вчера распинался что не надо заводить домашних животных и ты не приезжала это к вопросу насти до оставлять ли там бросать ли нуждающиеся животные я вот ее не бросила она ко мне прибежала как видите стала меня там ласкаться ластица как раз в это время записал ролик ролик можно найти как раз этот ролик прям в котором она со мной там лежала этом сидя лежа все записывал как видите на на нескошенной высокой траве и все я ее она сам не то что я ее забрал она сама в меня можно сказать вцепилась да очень такая ласковая тоже хорошая ну и все я в доме там как всегда сделает у как я называю американскую дверку чтобы она сама все ходил было летом в принципе август месяц еще тепло самый рассвет всяких продуктов и овощей там фрукт всего навалом и ем я естественно летом все очень простую пищу но могу и поварить что-то на основном этом салаты ем вот ничего я ем очень простую пищу веганскую и я ее она у меня прожила четыре месяца потом куда-то ушла я четыре месяца выкормил она ела ровно то же самое что ел я вот абсолютно то же самое и кто видел я ее от мыл естественно в первый день ролик тоже есть на христалюб life можете найти там вниз в комментарии попросите могу вам дать ссылку какие-то мыл записал даже от этой глины все засохло пришлось но было тепло очень и в тазике поставил вот водичка нагрелся горячий не был тогда ну тогда еще я сам там без майки август еще жарище было жарко хорошо было вот и все она и мы стали жить вместе хотя я сейчас я принципиально устал время к стал веганом я никого не завожу вот она пробыла со мной то есть я это скажем выходил хотя она там ничего не больная не прям какая-то но все-таки маленькая еще было я думаю что это месяца три и наверное да вот она выжила хотя она ушла в зиму но верю в деревне прожить тоже знаете никакой проблемы все равно нету в общем-то она ушла сама вот я не держал все все четыре месяца дверь так скажем было нараспашку но было вот это я такой дверцу делаю вот чтобы она сама ходила там и в туалет на улицу и просто когда хочет и гулять и так всегда делаю где жил в частных домах вот и все она ела все то же самое вот все я салат себе сделают овощной обычной свежих овощей я все и наваливала она все ела причем без тех там я не ем там китма майонезы эти покупные все это уже давно с веганством вот она все это ела кашу там все что я там обычно тоже сам гречку сварю я в это же могу такой или летний салат туда же прям навалять я ем такой паза как я говорю по простому да ничего на 3 4 3 4 месяца помню со мной пробыла она выросла окрепла все кто видели фотки я всегда сбрасывал там их группу вот мы спали она такая была человек человечная спала со мной прям на шее вечно с утра вот так на голове вот тут все ну и в обнимку и зажимала ну сама она ко мне лезла ночью спала на со мной потому что она в первый день с собой положил хотя на всех грязная они все такие испуганные маленькие все нас я помыл полна следующий день через день вот живой пример и ничего она прожила кто-то скажет ну и бы там я вот это терпеть не могут как и про здоровье человека я бы через год стал плохо ничего бы я не стал в самом расцвете села на 4 месяца отлично она я вообще не парился ничего я ей не давал чего кто-то скажет вот так как ты в деревне может она там встала на улице видел как она уже когда подросла окрепла и это на моих глазах было но она богомола съела помыли как но такие зеленые кузнец на большие такие да я видел как она я конечно ну я знаете я тоже не сторонник там уже как-то некоторые бегут что-то уже там изо рта у них выдирают она увидела сразу перед перекусил и переломил уж там спасать нечего было ну и плюс я это игру вечно я тоже природа да они едят же все они едят муж жуков там червяков все на свете нам только кажется что кошки едят там что-то так не это не едят все подряд все души там только мыши каких-то едят не это не я едят всех вот этих жуков личинок все на свете там когда увидите что они естественно как живут но если честно я поначалу не видел это я уже вот под конец видел как она она уже повзрослела окрепла не вот эти инстинкты так скажем как-то начали она как ребенок не знаю куда ее выкинуть как она с той стороны ко мне пришла кто знает где живу вот но вот так вот и вот живой пример и ничего игры это еще раз знаете что живут беда с этими квартирами вот и может она и из-за своего какого-то от этого природного может он там ела что-то я не знаю потому что было все открыто вот но я лично кормил только так и естественно для меня даже вопрос не стоял как ее там кормить так что вот так вот такой вот мой ответ на этот я считаю элементарный вопрос почему потому что он просто аналогичен с питанием самого себя какая разница до быть веганом якобы проповедовать любовь и тут же я не зря вот это самую-самую одни даже то иллюстрация но они так скажем можно соревнуются между этой или вот этой даже вот это мне не столько нравится в этом вопросе когда ну это хорошая иллюстрация показывает тот ответ что я не убийца а проплачиваю но вот им действительно к веганскому питание идеально вот эти две ты готов вот это сам делать так или вот так не суть как раз там женщина тут мужчина изображены иллюстрации по моему вопрос отпадает сам на собой если ты конечно скатываешься до такого ты просто сам себе врешь это достал опять ты стал ты вроде бы веганом вроде как и остаешься по формально но ты стал тем самым трупажором который это проплачивал убивал для себя вот и все ты можешь сколько угодно ты по сути в те же сам оправдание свалился что и когда мы трупажором эти оправдания пытаемся обличить и объяснить им да что так это прямой грешник здесь тоже самое как а раньше у вас просто другое оправдание теперь появилось вы ради животного убиваете да совсем этим все это там готовить это да или вообще не стали как это выглядит как вообще веган можете называть веганами рисун это делает для кого-то для родителей там для детей вообще не имеет значения для друзей чтобы собрать трусовку все ты вот это стал ты именно таким и остался тогда все твой веганство она ничего не стоит ровным счетом 0 от 0 от слова совсем баранка дырка вернет баранки вот и все так что тут вопрос вообще не стоит ну так а какой тогда вариант поэтому просто на этот у веганы я говорю тут ответ очевиден все что есть тут два варианта единственная какие-то развилка такая от поверью этого что вы верите чтобы что-то вы там будете загоняться сколько считает что в этих кормах польза я вам в ответ могу сказать а много ли там польза сколько там химии т.д. и т.п. чего там добавляют чтобы вы на это подсаживала животное какое-нибудь до наркотика так называемого вот там помимо хорошего может быть то и действительно какие-то два лет лохо я просто еще смотрите я как себе отношусь как иисус сказал так и другим какой чтобы с тобой вступали так с ним я сам ем такую пищу и сам верю что живу и да и существую также животным пожалуйста если вы к себе так даже пусть вы к себе тоже не что-то среднее между мной и там вообще фанатиком все покупающим по бумажке там читающим какие там витамины в этом веганском магазине в этом там продукте сыре или якобы там какой-то мощный мульти мульти какой-нибудь там может какой-нибудь батончик тоже которым якобы там что-то вам полезно есть может вас что-то среднее и вы допустим и о себе забудь и грубо говоря ведь животному ведь этим домашним животным пожалуйста вы может быть на себя так скажем как я на себя может быть в этом плане плюю хоть кто как это называется да я просто не загоняюсь там в плане я в это не верю во первых раз и плюс я не кулинарию но если у вас другая жизнь если вы все равно там домашним своем сон если вы женщина хотя кулинарить может и мужчинам так чаще обычно женщина вроде как делает вот то конечно вы же можете все это делать и для домашних животных пожалуйста вы можете и отдельным что-то готовить или вплоть вы же семье пытаетесь действительно более такой разнообразный интересный меню по всем по понятиям и вкусности и разности действительно разнообразие этих может быть микроэлементов да вы поэтому еду разную и вы что-то делать и может быть конечно мы этой кошечке не особо там нравились что-то и может быть надо было что-то делать там да как ты какой-нибудь так называемый фарш только овощной с каким-то кашлями там что добавлять может быть такой и пусть естественное да вот но что-то действительно вплоть до специальной покупки они знают там да чё там они и цитрусовые порой вон сколько сейчас всяких этих интернет что только нет апельсины с удовольствием лопают да я сам допустим могу цитрус едят могу обойтись я ем там одни яблоки вот но ты и может что-то другое покупать допустим действительно там на терочке туда и яблочко добавлять можете там железо нужно кто его знает и и и и да вот опять город возьмите дом частный и квартиру действительно животные едят траву мы сами-то едим петрушку укроп базилики до чего мы только не едим до луки чесноке я медные вершки мы же травы очень много потребляем вот да и по сути все эти капусты такая же трава да вот животные конечно если вы видели как кошка собака естественно природе они все время там что-то едят кошки вообще траву постоянно едят мы не знаем что они там едят а нам конечно необходимо и не зря в этих магазинах для домашних животных так называемых да там есть такие травы и все да поэтому тут пожалуйста узнавайте поверьте я же не против сушу им там этот травку какую-нибудь купите сами может вырастить конечно идеально же все-таки животные жили на природе они могут к вам на кровать забираться ради бога если вам хорошо им хорошо вот но все-таки конечно все неестественными поэтому отсюда столько бед я говорю моя-то жила вот здесь на свежем все у нее все что ей надо она все себе в принципе и сам от могла найти вот так вот вот порабощать ее не стал я говорю она ушла и ушла и ради бога значит посчитала нужным она свободна это вот к тому что опять мы там нас и что якобы животным бизнес не не может я к ней очень хорошо и увидел как я очень люблю конечно животных но она животное не забывайте в том плане что вот именно и причем ты им со своей свободой выбора она решила уйти пожалуйста аж она стала взрослеть все пропадать и там на ночь уходила потом на день стал уже помню на два и потом ушла совсем это ее выбор может быть что-то даже случилось аж конечно не знаю сами понимаете тут едешь постоянно тут и хищников полно действительно всегда в природе и птиц этих всяких коршунов у нас тут кого только нет и ястребов и да у них у всех друг у друга полно всяких этих опасных зверей да и волков здесь много собак тех же самых домашних недомашних так что вот так вот поэтому я не знаю конечно что с ней случилось собаками я и разыскивать не стал еще раз вам повторюсь все поверить бог печется обо всем в этом плане над конечно богу доверять без этого чего толку с ума сходить поэтому вот так вот ну вот такой мой вам ответ очень простой и вопрос вообще не стоит тут просто надо все эти вещи взвешивать и просто поступать правильно в идеале как я уже сказала первых все должно быть максимально к естественным условиям жизни приближена жить над конечно на природе понимаю что все это стало мы все живем в основном совместить в городах мои ролики на смотрят точно также может 80 процентов квартир хоть беда что с ней делать я не знаю я согласен тут тяжело выжить и все эти сложности вот но это разве оправдание что вы будете убивать заказывать эти убийства будет вообще омерзительно как вы тогда будете спать утешите себя что вы покупаете это все в гипермаркете вот так вот поэтому конечно но я верю что даже тут я верю потому что я не экспериментирую с этими вещами поэтому даже такое слово убеждаю употребляют тут хотя уже даже не совсем она уместная вот я думаю на эту даже проще сказать что действительно кто там это вопросами интересуется я вам не могу в своих роликах дать ответы на такие узко конкретные все эти вопросы наверняка вы найдете сейчас уж вот и кто загоняется на эти темы там особенно веганском сообществе наверняка уже побольше меня все это сказано написано в том плане кто же побольше а вообще много и а у меня ничего нету потому как какой баланс сбалансированное меню из естественных продуктов даже не прибегая к каким-то веганским этим магазинам и вот таким подобным там кормам каким-нибудь да что ты можешь сам заготавливать может быть надолго там что-то даже засушить ну что-то делать короче чтобы потом тема же самому проще был сейчас уж сейчас и в современном мире доступность информации можно найти все поэтому милости просим до интересуйтесь и в этом вопросе это каждому как я еще раз заканчивая скажу поверье верите в это делать так как я там что он также вместе с вами можно одном помидоре выжить верите в крайнюю степень там считать что все нужно вот по бумажечке там да со всеми микроэлементами ну пожалуйста ваше дело но только без убийства или все что там будет искать покупать ради бога верить что-то средненькое что и это не нужна вам так называемая красивая химия да и этого недостаточно до морковку покрызть он все-таки не кролик но пожалуйста узнавать что там какую комбинацию каши овощей там фруктиков может и те же сам вплоть до орехов потому что будет мало что там кто будет советовать пожалуйста делайте экспериментируйте ради бога вот такой мой вам ответ у меня все будьте здоровы не болейте питайтесь всем чем позволено от творца нашего радуйтесь всем этим вкусом мне на этом все лепите лайк если нравится делитесь этими роликами на своих ресурсах до встречи в следующих видео задавайте вопросы если еще что то есть по веганству а напоследок то как всегда да все мои видео то вы сначала там поищите если ответов не найдете на моем этом канале на котором смотрите это видео есть конкретно раздел веганство и в нем четыре плейлиста ну или вы их просто во все плейлисты зайдете найдете веган по сердцу не веган потому что веган во христе и веган по библии там информации на многие вопросы но если не найдете или просто решить все равно написать пишите под любым роликом если я увижу что вопросы ответом такой нет есть я вам и так там сброшу ссылка есть нет я обязательно не сразу со временем если вопрос правильно нужно интересные хотя оружие я уж не знаю на что только отвечать уже по-моему все я переговорил но если вы считаете что такого не было это ответ будет важен для вас и для других может быть может даже у вас есть ответ вы знаете что у меня такого нет публичного ответа друг другим будет полезно пишите я все читаю все комментарии всегда в личку пишите если считаете что нужно так все мои соцсети все мессенджеры все в описании к ролику всегда есть до встречи у